Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Сразу бы хотелось напомнить телефонный прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Также пишите нам по ватсапу 2061-91. Хотелось бы, наверное, начать с последних событий. Это со скандалом, связанным с местом захоронения бывшего администратора неплатежеспособности Мартинша Бункуса. Хотелось бы узнать, как его семья получила место захоронения, я так понимаю, четырехместная могила, расположенная напротив памятника первому президенту Латвии Яниса Чакст на первом лесном кладбище. Есть ли у вас какие-нибудь сведения, как это удалось? Получали ли вы действительно письма от Министерства юстиции? Да, самые прямые сведения, потому что именно нам пришло это письмо, и изначально нам пришло из Министерства просто переселено это заявление, которое семья обращалась на Министерство с просьбой такой. Мы и семьи отвечали, что на основании просто переселенного их заявления ничего такого невозможно. У нас по правилам есть, чтобы получить место на частицных закрытом кладбище, именно в таких случаях, когда это, если человек какой-то вклад в государственный или городского меры вкладывал, тогда можно только с помощью того, что есть какая-то институция, которая дает это письмо, которое подтверждает этих заслуг, и тогда на основании этого письма рассматривается эта возможность. Ну и тогда, после этого, тогда пришло второе письмо из Министерства, которое тогда... Из Министерства юстиции, да? Да, из юстиции, там было указано, что в связи с тем, с тем, с тем, они просят, чтобы рассмотрели возможность предоставить на первом лесном место Мартничбункус. Но письмо ничем не различалось с других письм, которые похожи и приходят на самоуправление, и тогда уже рассматривая этот вопрос, то было принято решение, что предоставляется это место. Насчет того, что где оно находится, я хочу, чтобы все поняли, что у нас нет такого, что где-то есть эксклюзивные места, где-то нет эксклюзивных. Всем предоставляются все места, которые на данный момент есть возможности свободны, которые может быть предложены. В данный момент это место было полное, там вообще невозможно было делать захоронения, как и традициональные, и тогда она из-за этого и предоставлялась, как четырём местная. Может быть, она и не подошла бы, но в данный момент, поскольку Мартничбункус было, это урновое захоронение, тогда она и предоставлялась ему, и это просто как любое другое место, которое есть на первом и втором лесном кладбище. А это единственное место рядом с Янисом Чакстой, который возможно было ему предоставить, других мест не было, или может быть на это место именно указывали родственники умерших? Нет, ну как, родственникам предоставляется возможность осмотреть все места, которые на данный момент есть свободны. То есть это тоже было доступно, и они выбрали? Их не родственникам, и другим родственникам, которые приходят, которые есть такое право получить, но они выбрали вот это и тогда, и в связи с этим место именно там. Но у этого Али нет никакого особенного статуса, чтобы он предоставлялся только каким-то категориям людям, не делим людей по тому, кто они. Но если на кладбище есть это место, оно предоставляется любому. А когда в Рижскую Думу, допустим, приходит письмо, я не знаю, рекомендательного характера или нет, о предоставлении места захоронения, какие-то разъяснения в этом случае были даны, почему этому человеку необходимо предоставить? Это носит как обязательный характер письмо от министерства? Вы его рассматриваете или уже... Вы можете отказать, например. Ну отказать, вы понимаете, у нас это все равно решение. Чтобы отказать, у нас тоже должно быть какое-то основание отказать. Мы отказать, потому что нам кажется, что министерство не указало правильно эти основания. Но это тоже, как бы, было, я думаю, тоже неправильно, если с нашей стороны мы же будем рассматривать, вот это на самом деле считается их высотой, и нет. Потому что из-за этого у нас в правилах именно есть. Мы этой институции, которая предоставляет это свое письмо, которые поддерживают это предоставление места, то есть они и те, которые рассматривают конкретные ситуации, потому что управлением по кладбищу не может быть та институция, которая может решать, кто на самом деле какой вклад вкладывал. Потому что если вы предоставите орден целой институции, которая в течение года рассматривает как заслуги человека, тогда управлением по кладбищу не будет та, которая его рассматривает. Из-за этого у нас в правилах есть институция, которая дает это, и мы просто рассматриваем, действительно ли правильная институция дала, если там указаны эти заслуги, и тогда уже предоставляется место. Может быть, я слушателям поясню, что на частично закрытых или закрытых кладбищах место можно получить только если у тебя там похоронены родственники, либо ты значимая персона в масштабах Латвии, либо в масштабах города Риги. Соответственно, исходя из ваших слов, господин Бункус, он был по второму признаку зачислено в качестве значимых персон. А перечислены какие-то его дела? Заслуги. В письме было указано. Да, было указано. И среди них что было? Помните ли вы? Часловно, я сейчас не хочу перечислить, но там было, да, что он предоставлен в каком-то евроассоциации и работал. Ну, я вам это в письме указано. То, что указало Министерство юстиции, да, это было вполне достаточно, чтобы... Ну, в принципе, я скажу, что это вообще первый случай в самоуправлении, чтобы институция, которая давала это письмо поддержки, через какое-то время сказала, что нет, мы на самом деле так не думали. Мы тогда вот пришла родственница, сама написала, мы просто подписали, пересылали. Ну, в данный момент, я не знаю, дальнейшее, как мы будем действовать. Сейчас как раз идет разработка насчет новых правил. Я со своей стороны обязательно вкладываю какой-то пункт, чтобы вот это уже, чтобы таких ситуаций избежать, что это будет какая-то другая система, каким образом тогда это место представляется. Просто, чтобы это сделать, это довольно сложно, если там, скажем, сделать комиссии и так далее, чтобы люди поняли, это время, которое дается на то, чтобы принять это решение в кладбище, это очень маленькое время. А это первый случай такой в истории Риги, да? Что кто-то отказался? Нет, 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 что общество сомневается в заслугах человека и предоставлении ему места по этим заслугам на вот так... Я думаю, что, скорее всего, нет. Если мы просто смотрим, что такое общество, если общество предучислили все места, которые предоставились в таком случае, наверняка кому-то будет казаться, что почему, почему вот именно ему, почему вот именно ему, потому что... Мне кажется, мы знаем слухи о сомнительной репутации администраторов неплатежеспособности, каким образом люди зарабатывают себе состояние, да, и это обсуждается в СМИ, может быть, в связи с этим такой резонанс был вызван? Скорее всего, но поймите то, что я уже сказал. Если мне тогда, в данный момент, когда мне пришло это поддержка письмо, я должен был тогда принять решение на основании чего-то. Если там на этом административном акте я бы написал, что я слышал, что есть какие-то сомнения, что этот человек все-таки недостоин, и тогда видал бы и отказал, я думаю, что очень быстро бы самопределение пришлось бы платить какой-то моральный ущерб семье, которая бы оспорила это, потому что каких-то других нет. Если уже на то, тогда министерство, если у них казалось, что есть какие-то сомнения насчет репутации именно этого человека, тогда бы не видывало такое письмо поддержки. Ну, а кто, в принципе, может претендовать? То есть, где вот действительно эти грани? Например, какой-нибудь, ну, вот поэт... Да, тогда уже... Вот насколько должны быть его заслуги поэтические? Изградация, да? Ну, вот это как раз то, что это институции, которые дают это письмо поддержки, это культурс-министрии или ассоциации писателей, или кто из этих, которые вот рассматриваются, а со стороны самоправления, тогда мы уже рассматриваем, кто это, кто дает это письмо поддержки, нет ли это на самом деле какое-то общество, которое мы с вами пришли, сделали завтра, и послезавтра видали бы какое-то письмо. Ну, в данный момент Министерство юстиции, в мой взгляд, есть институции, которые правят дать такое письмо на что-то... Потому что, ну, вот я сразу параллель... Советское время было, ну, была по системе более прозрачная, потому что был там народный артист Советского Союза, и это понятно, что вот если человек получил этот статус, то он, соответственно, получает право захоронения на престижный... Ну, да. Потому что Орден Трех Звезд в Атвии, да, в данном случае, определяет какое-то место человека, похоронение его с почестями. Мы со своей стороны никогда не делили, что вот именно артисты, только те люди, которые могут каким-то таким образом получить место, или именно только политики. Ну, вот любая профессия, которая дает довольно большой вклад в развитие страны или города, ну, я считаю, что есть право получить место, но вопрос на том, как в дальнейшем будем рассматривать вот именно те письмо поддержки, потому что, может быть, тогда стоит с Айствой Шенотеком сделать какие-то поправки, что вот именно там, не знаю, президент... Оговорить принципы, да? Да, не, ну как, ну нельзя сделать. Ну, для трубочиста и для писателя будет, ну, невозможно сделать одинаковый, как бы, принцип. Но тогда будет вот именно какая-то другая институция, которая вот именно, я думаю, что президент достоин того, чтобы дать свое соглашение или не соглашение на какое-то представление место. Ну, просто тогда тем людям, которые родственники, которые близкие, у них там уже будет другая процессия, что в тот момент, когда они уже дошли до этого страшного момента, когда они теряют своего близкого, они еще приходится им тогда идти в канцелярию, и тогда еще идти этот весь круг. Просто, да, вот как раз вот президент, понятно, но вот, например, там, где кончается, если хотят семейные, например, там, супруг президента, дети президента, внуки президента, то есть имеют ли они право быть похороненными? Нет, 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 у нас такого нет. У нас именно для этого человека, который его, куда есть, здесь заслуга. Ну, в данном случае, если место, я так понимаю, на четыре могилы выделено, то есть в данном... Нет, там вообще нет ни на одной могилы, там только урны можно... Это то, что сказал, что это место уже полное, потому что, например, на первом, втором лесном, вообще свободных мест, как таких, ну, чтобы там вообще чистое место было, нет. Эти места, которые представляются, те, которые актированные места, которые долго никто не за ними ухаживал, и тогда вот в этих местах тогда можно или одно захоронение, или две, или в этом месте конкретно невозможно было сделать ни одного захоронения. А вот, то есть, получается, на лесном кладбище сейчас, вот, какие дальнейшие перспективы лесного кладбища? Насколько возможно, ну, захоронение на лесном кладбище, еще есть ли какие-то, вот, ну, резервы? Ну, как резервы? В том, именно, ну, мое глубокое убеждение, что в кладбище должно актироваться эти места, которые не ухаживаются, потому что кладбище, когда долго за ним, ну, не актируется, и место не выдается заново, оно становится боро заросшим, ну, это даже хуже, чем, скажем, видать это место дальше. Если мы проходимся по кладбищу, но мест, которых в ближайшее время возможно будет актировать, или которые уже актированы, у них довольно много. Но этот процесс довольно долгий, это три года, пока мы делаем эти акты, плюс, что мы актируем только мест, которые наверняка знаем, что за ним действительно не ухаживают, тогда там человек действительно лет 10 не проходил, это видно при заросшем месте, и только тогда это актировать, чтобы не сделать какой-то ущерб, ну, близким, которые просто, не знаю, выехали на Ирландию, и сейчас приезжают обратно, а там уже кому-то другому ауду на это место. Да, вот до эфира мы начали, с вами затронули тему Конституции, я сама попыталась найти какие-то нормативы, правила, которые оговаривают порядок, и предоставления мест, захоронения всем людям Латвии, но, как вы уже сказали, таких правил не существует. А я так понимаю, что... Закона не существует, да. Правила, речка, и правила как раз есть, и закона нет, и как и в других самоправлениях, каждое самоправление немного по-своему выдали эти правила, ну, как бы, посмотрев, они, конечно, друг другу на похожих, друг от друга кто-то, какую-то информацию берется и так далее, но какого-то закона, который бы, в общем, регулировал до сих пор... Да, автономно в этом вопросе. Ну, вот если тогда закона нет, то тогда каким образом, вот в этом году Конституционный суд принял решение, было вынесено решение о том, что латвийцы могут, в принципе, и должны получать безвозмездно необходимое число мест на кладбищах, которые необходимы. Которые мне обладались. Я тогда должен к основному суду, скорее всего, спросить, потому что... Ну, вы знакомы с этим решением, да? Я знаком с этим решением, Иришка, я думаю, как бы в связи с этим решением и перестала брать плату за место, которое выдается. Но правильно ли это, и как это, это, наверное, дискутабливо, потому что в других европейских странах все-таки такой принцип есть. Ну, скажем, в Германии точно есть, потому что платные места, которые выдается в Германии, намного старше Конституции, чем наш, нам Конституциональный суд сказал, что это не конституционально, не демократично по человеческим правам. Ну, они основали это свое решение. Но какие минусы вы видите вот в этом решении? То есть, я читал, но просто вы говорили, неоднократно эти говорили. Минус в общем, чтобы понять, потому что если выдается платное, ну, вообще, ну, как бы, в больших городах, ну, скажем, я не знаю, там Вапе или Валке или где, это, конечно, не проблема, потому что их мест довольно много. Ну, как пример, может, в Апельгаркасе нет, не знаю, но все равно. И жителей не так много. Не так много. Жителей не так много похорон, но в городах, где очень дорогие земли, где очень мало свободных территорий, где можно развивать кладбище, это, конечно же, в один момент будет проблема. В Риге тоже. В данный момент уже ближайшие, не знаю, пятилетия, восемь лет. Болдырайское кладбище будет полное. Тогда надо будет думать насчет развивания. Это как бы проект, который шел на развивание Болдырайского кладбища, он шел в ту сторону, в ту сторону Булю, но там практически невозможно это делать в связи с уровнем грунтов и к воду, потому что это, если это делать, это очень дорогой процесс, потому что надо понимать грунт и так далее. Это, ну, как бы, неэкономично, по-моему, и надо более стараться развивать то, что более, именно те места, которые уже есть, те более эффективно и занимаются. Как более эффективное занимание, это кремация, как раз вот, и не на урновое захоронение, потому что, если их захорониться в урнах, это можно в одном месте уже захоронить очень много урн, ну, сравнительно. А чтобы все эти делать, тогда вот именно плата за новых мест, которые были довольно, по-моему, ну, большая, ну, сравнительно, конечно, это все-таки человеку мотивировало, у него была возможность, у него сейчас есть вот это право достать новое место, место стоит, там, скажем, 700 евро. Он уже думает, вот, покупать новое за 700, или же все-таки делать урновое захоронение и на своем месте, которое уже есть, эту урну захоронить. Новые места, ну, не занимаются. А в данный момент, если уже человек, сейчас есть, ну, как бы, альтернатива. Вот сейчас скремировать это стоит где-то, не знаю, ну, пора это 500 евро. Или же просто бесплатно достать новое место. Ну, конечно, он выберет новое. Конечно, он выберет новое. И, в конце концов, это новые места выдаются, выдаются. И в один момент, я не скажу, что это очень близко, потому что Янцинское кладбище довольно большое, и что это в Риге возможно будет, но в один момент это будет проблема. Если мы думаем про наши праправнуки, тогда, скорее всего, ну, не знаю, лесу Бикенека будет большое кладбище, или, ну, не знаю, ну, где-то это место придется искать, и где-то придется этим вопросом заниматься. Если мы думаем в период ближайшие 5 лет, ну, никакой проблем не будет. Но вообще, вот эта проблема кладбищ, многие, ну, если брать ее вообще в глобальном масштабе, говорят о том, что, ну, учитывая ресурсы земли, необходимость увеличения населения, вот эти огромные кладбища, которые занимают большие территории, вот насколько, ну, они мешают дальнейшей жизни, развитию городов, стесняют города, где-то отнимают территории парков, лесов, которые могли бы... Ну, эта проблема есть, но я говорю, в Европе это довольно актуально, они очень старательно переходят на эту кремацию, потому что тогда это более можно спокойно это решать. Ну, ну, вот как, в какой-то момент и мы к этому придем. ну, не знаю, в данный момент, если нет этой платы, тогда будем искать какой-то другой, более работа с общественностью, более объяснительная работа, в данный момент новое поколение более думает рациональнее, чем старое. Есть, по-моему, статистика, что в Эстонии, в Таллине в частности, около 50% захоронений, это уже, ну, это кремация. У них, да, у них кремация очень развитая, я даже вам не скажу, вот, вот, как-то какие-то запреты у них такого мысления нет, не знаю, более европейский или как сказать, но у нас каждый год тоже немного, это количество кремаций увеличается, есть такое, что люди более выбирают все-таки этот вид, но в этом году не знаю, будем смотреть, как после этого решения Конституционального суда увеличилось, не увеличилось, но тогда, ну, таким образом будем смотреть. Да, у нас слушатели по WhatsApp у вас спрашивают, в Италии, по поводу Варе Вики Фрейберга, значится ли за ней еще место на первом лесном кладбище тоже около Яниса Чакста, если не ошибаюсь, место было зарезервировано. То есть оно... Ну, около Чакста, там все первое лесное кладбище около Чакста, но да, до сих пор числится и есть, да. Давайте попросим, наденьте, пожалуйста, наушники, да, примем звонок. Доброе утро, мы вас слушаем, да. Будьте добры, вот если у Рижан есть, у Рижанина есть место на кладбище, и места достаточно для того, чтобы похоронить, вне урна уже похоронить, да, не Рижанина, который умер там. Это возможно или только Рижан можно подхоранить? Спасибо. Ну, у нас по правилам такое, что если человек капает сустра, то есть задержатель, место он может захоронить в этом месте любого человека. У нас нет по правилам, что именно получить место, может только Рижане. Новое место может получить только Рижане. А в этом месте захоронить можно родственника, не родственника, соседа, кого угодно. Вот как Вы относитесь действительно к семейным, фамильным, каким-то таким, ну, как это назвать, местам на кладбище, вот где в Парно могут приехать, потому что вот Капу Светки всегда, ну, вот у меня личный опыт, просто получается, что у меня на нескольких кладбищах, и это бывает довольно сложно в один день приехать и в Яунцемс, и на лесное кладбище, и на Виманту, то есть это практически невозможно, поскольку это огромные концы. Вот фамильное место, где вся семья собрана в одном месте. Я, в принципе, очень позитивно относился, потому что с нашей стороны это более хорошо, что все-таки эта семья держится в одном месте, и нет такого, то, что плохо, плохо то, что у нас по опыту очень много, вот не понимаю, почему, но все-таки родственники спорят между собой насчет места, если это уже большая семья, но это в конце концов эта семья в уходе каждый в своей стороне и каждому скажет, что у него есть право на это место каким-то временем, но в данном месте именно в связи с этим конституциональным судом немного, и закончился этот вариант, потому что в данный момент мы новые места видаем одноместные или двухместные, если такая, ну видно, что, ну двухместные видаем все-таки просто отдельное заявление в связи с чем тогда двухместные, потому что сейчас уже, поскольку это выдается бесплатно, я не вижу возможностей, чтобы самопровождение на одно захоронение выдавало, скажем, четыре места, ну потому что это все-таки тот же ресурс, который выдается, если есть нужда только для одного захоронения, тогда, ну нету никакого основания выдавать четыре места, это и тогда портит у нас вот это фамильное место. Ну а если, предположим, ну супруги уже пожилые, там один из супругов уходит, и они хотели бы быть похоронены на месте, из-за этого у нас есть это двухместное, что мы видаем, чтобы все-таки хоть настолько тогда все-таки это возможно было, чтобы это сохранилось в одном месте, чтобы не было действительно, что муж в одном конце, жена в другом конце, это как бы совсем не серьезно, из-за этого и самоклинив, все-таки эти двухместные новые видают. Да, господин Залопоясните тогда вот согласно новому решению Конституционного суда, не новому, вернее вот только сейчас в этом году эта тема поднялась, актуализировалась, любой житель Риги, другого самоуправления имеет право на бесплатное получение кладбища, причем ему не придется платить единоразовую плату за приобретение этого места и также годовую плату за поддержание этого места, да, то есть все. Да, и только немного уточню, потому что ни рижане, не вправе получить бесплатное место новое. У нас это было в одно интервью, где судья Конституционного суда сказал, что это кажется, что так можно, но я вообще не понимаю, каким образом это можно так решать, потому что понятно было, что за развитие и ухаживание за кладбищем платят рижане из своего бюджета, почему рижане должны платить за других самоправильных жителей, которые тогда будут захорониться в Риге. Таким образом, я думаю, это чуть-чуть неправильно было бы. Ну хорошо, раньше управление кладбищ в Риге получало за это деньги, потому что люди покупали эти места, да, и более того, ежегодно платили за место на кладбище. Нет, Риге такого не было, у нас не было ежегодного плата, у нас никогда не было, у нас была одноразовая плата за то, что они получили место. И эта сумма варьировалась от до приблизительно в рамках 400 евро? Ну там от 130, по-моему, было отлайдем для пенсионеров и так далее, до даже тысячи, сколько за четырехместное место в частичном закрытом кладбище. Хорошо, ваше управление теперь эти деньги недополучит, да, в связи с этим решением? Уже в этом бюджеты, которые в этом году было, уже недополучило, да, это уже было как дотации со стороны, потому что, чтобы понять, было эти деньги, которые пришли, они все ушли на содержание кладбища. Не было такого, что мне, все, которые зарабатывали за это, все эти деньги вкладывались обратно к кладбище, как мне сказали, что это есть правильно, что все, что человек, тот человек, который приходит и в кладбище пользуется инфраструктурой, делает какие-то открытые, и так далее, они за это платят. Но в данный момент есть такое, что платят за эту услугу все, которые платят налоги и которым в бюджете заходят деньги. Получается, что на чем может зарабатывать? Ну, то есть, кладбище, действительно, это поддержание инфраструктуры, кладбище, это уборка территории, это, ну, вот на чем может заработать? Есть ли возможности, например, если люди уехали, но они хотели бы, чтобы кто-то ухаживал за могилой, например, каким-то образом? вот эту услугу сам правильно не предстоит, у нас единственные платные услуги, но в данный момент происходит процесс на разрабатывание новых платных услуг, которые у нас, эти старые, которые были, они с 2009 года не менялись, но все стало дороже, у нас дороже стали, у нас услуги, которые мы берем, там, скажем, не знаю, начиная от бензина, заканчивая зарплатой людей, которые это делают, и сейчас новая разработка идет, у нас в данный момент платные услуга могильщика, это звонок на кладбище, это ветки, которые раскладываются, а какие-то ухаживания, это все-таки, ну, мы как бы торгиваемся, конкуренции, это мы не представляем, хотя очень многие люди бы с удовольствием хотели, чтобы самоправление это делал, потому что более гарантии, что все-таки за этим местом ухаживал, ну, там уже, я думаю, у нас конкуренция спадла, он бы какое-то свое мнение и сказал, если бы мы сейчас вторглись и начали предоставлять эту услугу. Господин Зел, наденьте, пожалуйста, еще раз наушники, да, примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Доброе утро, Кирилл. Доброе. Хотел бы узнать, какая работа ведется с религиозными общинами и вообще с обществом для популяризации и тримации, ведь, наверное, все дело в том, что это не совсем традиционная форма захоронения и погребения, поэтому люди, наверное, к этому и не тянутся. Что делать в эту сторону? Возможно, есть какая-то работа с конфетиями, с представителями религиозных общин, которые, возможно, могли бы подталкивать верующих людей именно кремироваться, а не закапываться, как это принято у нас сейчас. Да, спасибо большое. Действительно, исследования проводились, но не у нас, в странах, что общий уровень атеизма в стране коррелирует напрямую именно с кремацией, я предположу, что религиозность, она связана с погребением в традиционном виде на кладбище. Что можете вы сказать по поводу колумбариев и сотрудничества с различными религиозными общинами? Сотрудничество у нас это хорошая идея, конечно, со стороны самопределения мы можем попытаться каким-то образом, начинать эту дискуссию как раз с ними, потому что это одна из самых больших причин, из-за чего люди всегда стараются отказаться, или одно из аргументов, из-за кого они не хотят. С остальной колумбарии, вот именно рижкам колумбарии в данный момент уже более половины мест занято, по-моему, этот неплохой проект, который производился в 2017 году, да, закончился, и он все-таки начался, в данный момент уже люди к нему привыкли, мы уже подумываем, что на следующий год у нас как бы проекты бюджета, ну, сейчас непонятно, что вообще будет с бюджетом, но проекты бюджета вкладаны, что на следующий год можно попытаться проектировать уже какой-то другой колумбарий, или же в этой стороне, или в той стороне реки, чтобы на том районе была какая-то возможность, поэтому все-таки людям нравится, что они поближе к дому, и тогда возможно чаще прощать это место. Ну, никаких встреч с представителями конфессии не было, чтобы они действительно своим прихожанам поощряли выбор кремации, потому что у нас вот нет, я говорю, это хорошая идея, мы можем попытаться что-то такое подумать и сделать, потому что у нас как бы такой проект, как вот, как работать с собственностью, чтобы вот популяризировать, вот в данный момент нет, мы вот над этим надумываемся, вот как раз, может быть, и стоит начинать с конфессии. Потому что я знаю, что на Западе, например, ну, даже популярно дома держать прах там родственников, то известный анекдотический случай с прахом Курта Кобейна из Нирваны, который упал и рассыпался, и, по-моему, там чуть ли не его собирали пылесосом, там вот какая-то была такая история, история с отцом Кита Ричардса, там ходила легенда, что он перепутал с кокаином и вынюхал там прах своего, ну, там всякие вот были, но это говорит о том, что, в принципе, это популярно держать даже и дома. У нас, между прочим, очень многие люди тоже, у нас просто нет такой стаститики, потому что мы знаем точно то, кто людей, которые приходят сам клянии и официально делают захоронение урн. Очень многие эту урну получают в крематории, они привезут домой, или же держат на полке, как Вига рассказывает, или же в каком-то своем, очень, ихнем, только в уголке делают захоронение. Это мы не можем знать, и мы не знаем. Мы просто знаем, сколько за кремированных людей можем запросить, потому что частная услуга это СИА предоставляет, и мы знаем, сколько приходит к нам. А это Дельта, который получается, мы не знаем, что с ним происходит. Я продолжу тему. Откуда появилась традиция именно предоставлять людям ячейку для урны? Почему действительно практика изначально не давала возможности, единственной возможности хранить урну там, где люди сами могут тебе этого позволить, найти место? Зачем действительно искать и занимать эти места для хранения этих вас и тому подобное? Где еще? Почему именно ячейку? Ну да, то есть, почему колумбарий предоставляет место для хранения урн людям? Почему, как вы уже сказали, допустим, есть опыт, когда человек сам выбирает место, где он хочет хранить этот прах своего близкого человека? Ну да, если он держит дом, это не, это можно это делать, это нет такого, что вот именно только колумбарий или именно за охранение. Просто мы регистрируем те, которые делаются у нас в кладбище. Это в кладбище возможно сделать только захранение или на место захранения или же в колумбарии. Мы не можем контролировать то, что происходит за пределами кладбища, ну потому что... Да, но если это вот известная личность... Ну там еще и большой вопрос, если человек эту урну где-то попал, ну не знаю, в Армамском парке захоронил бы, ну по-моему, это все-таки нарушение, потому что там надо посмотреть, как и со стороны закона клафетируется эта урна, мало ли, это все-таки железная урна, капсула, которая захоронена. Ну это, по-моему, все-таки незаконно. Незаконно, да. Просто вот прийти в Верманский парк с лопатой и там сделать такое место. У нас, по крайней мере, было очень много случаев, что просто люди приносят и оставляют в мешке, как подкидыша, урны своих близких оставляют и все, им кажется, что они таким образом решили свою проблему. Не подписывая, не обозначая. Не подписывая, ничего, да, поставили мешок около двери конторы, кладбышка, и все, считают, что они таким образом уже завершили свое захоронение. Так что этих ситуаций настолько много и странных, и разных, поэтому... А вот у меня, возвращаясь, может быть, к вопросу о получении двойного места на кладбище, бесплатные места для супругов. Сейчас ведь такие, ну, очень многие люди живут в гражданском браке. Вот как можно решить вопрос, если, например, люди не оформили свои отношения? И мы знаем, что могут быть и случаи, если это однополая там пара, которые хотели бы быть похоронены вместе. Вот такого рода момента, где нет официального свидетельства. Именно на что-то их двухместных мест. Да, да, да. Ну, в данный момент вот не было самоуправления, чтобы где-то отказалось, чтобы было какие-то обстоятельства. Просто у нас есть это заявление от человека, где он сам объясняет в связи с чем он тогда ему надо это дополнительное место, но чтобы не было так, что медали это дополнительное место человеку, которому вообще это не хотелось. Тогда, я думаю, бы какая-то... Ну, то есть, если там, скажем, даже, условно говоря, в гражданском браке живут супруги, и, ну, если один супруга... Ну, вот это укажет тогда, да, да. Ну, нет, ну, там надо смотреть, на кого будет оформлено это место. Если в гражданском браке у нас тогда, ну, скорее, там должен быть какой-то сын, который это место на себя оформил, и тогда, когда это второе захоронение, он и делает это захоронение, потому что у нас в семейном, ну, чтобы прийти, это должно быть члены семьи. У нас гражданского брака до сих пор... Вы начали рассказывать о том, что люди вам подбрасывают капсулы, а что вы с ними, кстати, делаете? Полиция, они констатируют факт, и я так понимаю, что они держали у себя, иская, и в данный момент они переданы на управление кладбищей и не будут захоронены, как без педроги. Ну, не приближающие, да. Надеемся, пожалуйста, еще наушники, да, примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Доброе утро. Так вот все-таки вот большой скандал по поводу участка Фрейдберге. Вот если это было незаконно, почему это не отменено? И ваше личное отношение, что почему так все и осталось? Что участок Заней и так расстался, если это было незаконно? Ну, если на счет моего личного мнения, тогда я начну с моего личного мнения. Я считаю, что кому-кому президенту в государстве есть право получить место на кладбище. И может какой-то президент нравится, может не нравится, может быть какое-то отношение, но президент это все-таки один из символов государства. Если президенту не предоставляется, место на кладбище, я думаю, что это был... Именно на лесном имеется в виду? В любом. То, чтобы тоже понять, эти места, они предоставляются только именно вот лесное, что какое-то вот одно. Если человек придет и скажет, что он хочет, наматываться, потому что он заслуга наматывается, это так и так будет рассматриваться в одном и том же процессе. Первое государственное время, это когда вот Чахстас, Пьеменок, там вообще без вопросов были, что построили красивые памятники, конечно, заслуга, заслуженные и так далее. В данный момент, в этой ситуации единственный вопрос в том, что это место получилось в данный момент, а не тогда, когда уже произошло этот несчастный случай. Вот, зачем при жизни себе действительно... Там были какие-то обстоятельства, которые я не буду комментировать, но там были обстоятельства, которые, ну, знали те, которые предоставляли это место и знали те, которые запрашивали это место и из-за этого она предоставилась в данный момент. Но я могу быть уверен, что вот президент, когда вот эта нужда будет, он будет использовать это место, он другое просить себя не будет. Из-за этого, я думаю, что в нашем государстве проблема в том, что до сих пор в законе не влажено, что, не знаю, это может секретаря не надо для окончания лет их нет, но вот место на кладбище, ну, должно быть в Зукану указано, что все-таки государство обязано предоставить президенту место на кладбище. А скажите, с другими президентами, вот фу-ть-фу-ть-фу, желаем им всем крепкого здоровья, но просто вот... Боюсь этого вопроса, не знаю. Честно говоря, я знаю, что у многих президентов, которые до сих пор живы, у них есть семейные места, они даже не хотят в других местах, ну, как бы, своих семейных, но все ли такие, не знаю, но будет вот эта необходимость, тогда и, ну, тогда и будем по обстоятельствам решать. У нас были какие-то замыслы на то, что может выделить какой-то отдельный вообще участок, но это тоже, по-моему, было бы не совсем правильно, почему бы нам вот их всех обязательном порядке вот именно где-то в каком-то участке принудительно, вот именно там и нигде другом, но я думаю, что будем решать по обстоятельствам на каждом месте отдельно, и тогда уже будем думать. Мы начали с вами обсуждать законы о местах погребения, вы говорили о том, что его не существует, но Рижская дума когда-то предоставляла Министерству регионального развития закон, он долгое время игнорировался и только сейчас начал, я так понимаю, какое-то движение. Да, вот хвала Министерству, именно не наш, я думаю, что это просто началась разработка насчет вообще закона, потому что это будет как раз закон капса от лекумс, ну, насчет погребения общего. Да, закон кладбища, мы получили информацию, что он сейчас вот начал с работы насчет вот этого закона, и тогда уже, ну, там не так скоро, я так понял, что в 22-м году он как бы собирается, что он будет до конца доведен до... А что он предусматривает, чего он касается? Не знаю, он еще не начал писать даже, я не видел ни одной стрелки, это просто есть... А только для того, чтобы он был создан, да? Да, он как бы принят решение, что все-таки министерство готово вот этот закон тогда все-таки пустить, и так в конце концов будет возможность, что... Да, нам пора заканчивать. Последний вопрос задают вам. Есть ли, сталкивались ли вы когда-нибудь, что приходят особо богатые люди с необычными решениями, предложениями, пожеланиями по поводу захоронения? Есть ли ограничения вообще на размеры памятников и оград? Про вопрос в одном. Поступают ли к вам какие-то такие предложения, мол, в порядке, там, вне очереди? Если кто-то хочет, может быть, там какой-то огромный памятник поставить? Ну, у нас нет такого, что у нас согласовывается именно памятник, каким у нас на первом лесном есть по правилам, что там должно использовать естественные материалы, чтобы нам построение этого памятника. Ну, я думаю, что в каком-то моменте скорее всего, этот памятник станет уже через Бувалды должно быть производиться, чтобы он не был дрожь, безопасен, да, чтобы с этой точки зрения, но именно вот памятник согласовывается, вот именно он такой или там такая, или такая, мы не согласуем, мы просто выдаем разрешение, что вообще производится работа на кладбище, это должно человек прийти и сказать, что вот он будет где-то что-то строить. А именно какие? Размеры не оговариваются. Там независимость, он богатый, не богатый, такой, не такой. А по поводу обеспеченных людей, которые приезжают договариваться, может быть, об особенных местах, были ли в вашей практике такие случаи, когда приезжает какой-то человек? Есть люди, которым кажется, что он может что-то договориться, но у нас как бы по правилам все-таки указано, если это правило не нарушается, тогда, ну, как бы, такого невозможно. Я надеюсь, что такого и нет, не происходит. Да, нам пора заканчивать. У нас сегодня в гостях был исполняющий обязанности главы управления Кладбищ Рижской думы Гензела. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо вам большое.